Всем привет! Вы на канале Маниола. Сегодня мы на пагоде Ту-Ван. Иначе ее можно назвать Лабиринтом Дракона. Наверное, она с таким именем более известная для русскоязычного сообщества. Мы здесь впервые и решили ее посетить, говорят, что здесь интересно. Пагоду сейчас ремонтируют. Не знаю, получится ли у нас проникнуть туда вглубь и посетить этот Лабиринт Дракона, но по крайней мере мы попробуем. Здесь у нас лежачий Будда. Небольшая такая парковая зона. Не знаю, может быть это как-то по-другому называется. Это первая ассоциация, которая у меня возникла. Немножечко все обветшало, но ремонт, думаю, сделает свое дело. Здесь станет снова красиво и нарядно. Это пагода Лабиринт Дракона. Ее еще называют Коралловая пагода, так как эта пагода, мы пройдем дальше, видим, вся сделана из кораллов. Ее делали в свое время монахи. Также ее еще называют, если я не ошибаюсь, это пагода отмывания грехов. То есть есть легенда, если ты пройдешь по этому лабиринту, то ты очистишься, отмоешь все свои грехи и пойдешь в этот мир уже с новым телом, с новыми мыслями. В общем, чистый и святой. У рабочих сейчас перерыв. Отдыхают ребята. Отдыхают ребята. Эти драконы тоже выполнены из ракушек. за стеклом. Стекло немножко грязное, мутное. Но все равно это заметно. Здесь некий ресепшн, делается донейшн, пожертвование, и этот момент регистрируется в журнале. Тут все из кораллов. И дальше мы проходим непосредственно уже к этому строению, к лабиринту дракона. Посмотрим, что находится рядом с этим лабиринтом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь даже пруд. Немного заброшенный. Но рыбки плавают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не могу понять. Возможно, это выход. А может быть, вход. Но ничего, сейчас разберемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, попробуем зайти сюда. Я не совсем уверен, что это вход в лабиринт дракона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это не вход в лабиринт дракона, но здесь очень интересно. Атмосферно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все из ракушек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если я не ошибаюсь, это единственная пагода такая во всем Вьетнаме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОРАЛЛЫ И РАКУШКИ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и... Куда же без цемента? Ну или какой-то подобный состав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОРАЛЛЫ И РАКУШКИ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь пойдем искать вход в лабиринт. Мне кажется, я знаю, где он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы его уже ранее с Вами видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно, Макс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь уже... Максим, пробуй залезть. Ой, ребят, проблемы с подъемом. Вот уже первое препятствие. Мои туда забрались. Уже пошли искупать свои грехи. Я, пожалуй, не пойду, потому что понимаю, что мои грехи уже не искупить. Шучу, я попробую. Ладно, я тоже двигаю. Вперед. Сильно страшно, сильно страшно, сильно страшно, сильно страшно. Сильно страшно началось. Дети, идем рядом с нами, далеко не уходите. Коля, пожалуйста, не бегай сильно, ладно здесь? Идем осторожно, ракушки острые. Максим, идем спокойным шагом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Темно немножко. Я здесь вижу, положите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам, ну добавь. Так, вижу. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Макс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каковы первые ощущения? Ну, конечно, глаза после света видеть не очень хорошо, но, тем не менее, так или иначе видно. Местами темно. Пахнет сыростью, как будто мы в погребе, либо подвале. Здесь больше света проникает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стало немного светлее. Здесь такие окошки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дивиальные души, hilary уменьши. Дитые души иногда летают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что я их не видела еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Д Duchail My7 Д gen mother ступеньки, ну в камеру наверное их уже не видно, ладно, до следующего включения. Вот и пошли лабиринты с разными закоулочками, ничего не видно наверное глаз-то в принципе хорошо здесь все видит, не везде правда, тем не менее лучше чем в камеру, Коля запрятался в комнате, да, корни деревьев пробиваются, здесь уже темнота, мы с читами фонарик включили. О, интересно, посмотри как корни здесь, посвети пожалуйста на корни, вот как здесь, погреб. Интересно. Забрели в какой-то тупик, ну может быть это не тупик, возможно это и продолжение, сейчас будем проверять. Дальше, да, я не знаю, так, явно здесь нет продолжения хода, мы возвращаемся и ищем дальше проход, вот, я не знаю, а тут как, ну вряд ли нам туда нужно. Немножко влажно. Так, ну я... Вот сюда, вот ступеньки. В подземелье спускаемся, еще глубже уходим. Рисунки. Так, стоп. Ой, здесь сикер башка делает. Так. Коль, ты спустился? Так, держи. Давай руку. Оп. Это что, какие-то убийцы тут? Даши тупики. Посвети сюда. Даши тупики, дашь. Вот они тупики. Там тупик. Ходи тупик. Там тупик. Там тупик. Убери руки, Коль, я посмотрю дальше. Так. Тут какие-то черти. Варят. Каких-то грешных, видимо. Варят. Здесь тоже. Язык, похоже, отрезают. Нашли. Следующие ступеньки. Там видим уже свет. Так. Какой-то новый виток развития. Мелкий никак. Нормально? Макс. Ой, тут мокраб. Не надо рвать, Коль. Тебе в глаза мусор сейчас прилетит. Такие вот картинки. Страшные. Проходы в талии очень узкие. Там тупик. Так. Проходим. Так. Очень узенько держи фонарь. Макс. Как тебе? Всё хорошо. Страшно? Слышь. Не страшно. Не страшно. Ну тогда двигаем дальше. вышли в более освещенное место потолки снова подросли идти стало комфортнее есть места которые действительно очень узкие приходится наклоняться наверное до полутора метров может быть высоту прохода бывают без света и фонарика то есть там конечно же весь обдерешься обцарапаешься ушибов насобираешь вот но мы с читами с фонариком тут тоже узкий проход когда я говорил до полутора метров высота я сильно преувеличил этот показатель тут максимум метр десять наверно теперь я попробую здесь пролезть гуськом и иду ползу идем дальше здесь уже комфортно и без света идти точно и без фонарика логично вероятно мы выходим точнее приближаемся к выходу максим хочет быстрее становится жарче мы набрали высоту и теперь здесь уже чувствуется температура значительно выше какое-то расстояние мы преодолели получается что под землей там было ощутимо прохладнее не было света иногда совсем от слова совсем да там был кондиционер естественно спускаемся ребята макс давай не задерживай состав не бегай быстро поле и брат советую тебе правильно передвигаемся более спокойным шагом так здесь какая-то комнатка и тут куда-то класс есть проверим здесь еще есть хоть сюда куда же он ведет как будто бы по кругу я думаю что тоже туда да было любопытно посмотреть нет там закругляется закольцовывается маршрут снова потемки стопроцентная темнота какой-то мостик очередной я явно ошибся с приближением выхода в прошлый раз маршрут продолжается да мы идем уже достаточно долго я время не засекал а надо было конечно так что еще хочу сказать пока вспомнил то что вряд ли здесь можно ну то есть я не знаю как долго здесь мучиться придется но без света здесь пройти практически нереально без читов без фонариков ходить здесь очень и очень можно долго мы куда-то вышли я наверное догадываюсь куда можно пройти наверное будет дальше а может быть это и конец сейчас посмотрим проверим посмотрим эту полянку и наверное вернемся так светущая зеленая вода всякая живность насколько я понимаю можно выйти здесь а можно попробовать вернуться потому что вот эти стены наверняка продолжение лабиринта хотя может быть это и не так сейчас проверим в общем да ребят это конечный выход мы прошли этот лабиринт поздравляю нас такой забавный лев наверно это лев это статую покрасили не так давно она выглядит достаточно свежо это тоже как правильно максим как правильный чумазы так и фигуры, павлины. Насколько я понимаю это основной корпус этой пагоды, но ввиду того, что мы видим здесь шпателя, лопаты и некие стройматериалы, наталкиваемся на мысль, что мы сюда не попадем внутрь, идет ремонт, но у нас есть возможность заглянуть в окно. А мы идем дальше, точнее мы вернулись уже к месту, с которого начинали. Маршрут закольцован, то есть мы проходим прямо сюда, там есть торговые лавки, сувениры, поворачиваем потом налево и идем по кругу, выходя потом вот с этой стороны. Ну что, как вам, делитесь своим мнением, понравилось, не понравилось, те кто были, кто не были. Лично я, порой мне было страшно, без мужа я бы стопроцентно туда не пошла, так как местами мне приходилось залазить непонятно в какой позе, да еще и с детьми, они большие молодцы, что это все прошли. Но в целом не так страшно, как мне рассказывали, поэтому всем рекомендую посетить. Ну а если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь и всем хорошего дня, пока-пока!